На улице Шевцовую реконструкцию делали силами городской администрации. Там установили дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВт, построили воздушную линию и установили 9 опор. По словам местных жителей, раньше они довольно-таки часто встречались с проблемами в электричестве. Причина была в том, что старые подстанции были построены еще в 70-х годах, а их мощностей попросту не хватало. Много жалоб мне, как председателю, там звонят. Вот не хватает напряжения, там надо, допустим, 220 вольт, а там всего 170 или 180. И мы надеемся, что это даст качество улучшения наших поселок. Как раз эта подстанция как раз касается поселка Матросово, поселка Площадка. Мы только рады, приветствуем такие дела. Все больше жителей Уан-Удэ переходит на электроотопление. А для этого нужны хорошие и надежные сети. Поэтому в Уан-Удэ построили сразу 9 новых трансформаторных подстанций. Мэром города Уан-Удэ было принято решение арендную оплату, которую оплатят в сети администрации города, направить также на повышение надежности подачи электротепла, электроснабжения. Мы понимаем, что этот сезон у нас будет непростой в городе Уан-Удэ, потому что все больше и больше люди голосуют рублем и переходят на электроотопление. Потому что трава дорогие, уголь дорогой. Электроотопление сейчас является, наверное, приоритетным видом отопления. Также разработаны комплексные программы по проекту «Чистый воздух», который сейчас находится на защите в Бинприроде Бурятии. Вышла из экспертизы документация по ДНТ «Профсоюзник» и «Урожай». В следующем году энергетики начнут работы по реконструкции сетей, а город по модернизации счетчиков и водоводов. Это позволит обеспечить качественным электроснабжением 161 дом. После отработки на одном пилотном проекте, чтобы сделать воздух чистым и обеспечить горожан качественным электроснабжением, и перейдут на другие микрорайоны. Андрей Слепнев, Новости дня.